Белоснежные микроавтобусы все как на подбор. Ключи от 31 машины руководство области передает центрам соцобслуживания населения. Северный округ получил сразу 7 единиц техники. На его территории проживает почти 30 тысяч жителей категории 65+. Автомобили закуплены в рамках региональной составляющей федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Они будут бесплатно доставлять пожилых граждан сельских территорий в медицинские учреждения. Позволит улучшить доступность пенсионеров, доступность маломобильных граждан, инвалидов-колясочников. Граждане смогут более чаще обследоваться, проводить скрининги. В церемонии передачи техники участвуют волонтеры серебряного возраста. Они будут оказывать активную поддержку своим ровесникам в получении мобильной и качественной медицинской помощи. Допустим, у меня соседка плохо ходит и все. Я могу пойти в ЦСО и заказать, сделать заявку. Мне никто не откажет это. Почему бы нет? И человека привезут в больницу. Автомобиль имеет 8 пассажирских мест и оборудован для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Для этого установлен электроподъемник для погрузки двух инвалидных колясок. С площади славы спецтранспорт разъезжается по муниципалитетам. В Красноармейском районе его сразу обкатывают в действии. В районе проживают 5200 пенсионеров. Половина из них старше 65 лет. У Валентины Муравьевой из поселка Кировский ситуация особая. Адресная медицинская помощь нужна не только ей, но и дочери Юлии. Она инвалид с детства. Раньше добирались до больницы в райцентр на такси. Теперь у них отдельный день для приема и индивидуальная доставка. Программа, конечно, помогла нам. И обследование. Даже много туда ходит разных. Не в один день же это все бывает. Так что, я думаю, конечно, очень хорошо. Закупка автомобилей увеличит на треть количество мультидисциплинарных бригад, в состав которых войдут соцработники и представители здравоохранения. Их задача составить маршрут и график приема пожилых граждан. Чтобы в общей очереди они не стояли. При необходимости доставка также организуется в областные лечебно-профилактические учреждения при наличии показаний. Также после завершения всех скринингов при наличии показаний организуются дополнительные обследования. Согласно нацпроекту, к 2024 году услугами мобильных бригад планируется охватить половину жителей региона старше 65 лет. Сергей Павлов, Владимир Терентьев, Роман Апарин. Новости губернии.